Да, вьёмное дело что-то. Какие средства, когда, скажи, ни в одном государстве за всю мировую историю не было, чтобы одновременно в один год появлялись каждый год новые сотни миллиардеров? Вся страна уже закрыта. Заводы не работают, всё разворовали. А копейку здесь для своих... Это уничтожение нации, геноцид народа идёт. Тут надо вещи назвать своими именами. Это весь интернет этим наполнен. Ничего мы о новом не скажем. И разговаривать не о чем даже. Вы считаете, что ваша должность нужна, но вот её должность переведите сюда на учителей и всё. Ваша должность, зачем она тут нужна? Вы же ещё не делаете, не учите никого. А только продвигаете преступные, убийственные, человеконенавистические проекты. Они всё время думают, это взяли, это взяли. Что ещё сделать? Ага, окно не там. Вот во время батюшки он рассказывает, как было. Налог накладывали на трубу. Так платить нечем. Ломай. Сломали трубу, говорит, заделали. А как? Пешка горит, дым идёт в избу, говорит, мы лежим на соломе, ноги поднимем. А холод идёт в избу. Как чум. Не знали? На налоги накладывали десятки разных яблонец. Её взять, допустим, 30 ведер. Да никогда не было. Человек вставал ночью её, рубил. Нету. Овечка, с овечки полторы шкуры сдать. Так у меня баран. Какие полторы? Заколол, то есть уничтожение, чтобы ничего у тебя не было. При Хрущёве крыльцу подпахали в плоту и крыльцо сворачивали плугом. Земля нужна. Ведь все солончаки, которые, они ничего не дают. Ну что это? Явно дело, программа уничтожения нации. Трудолюбивый, смиренный народ. Делает то, что положено. Поэтому уничтожить. Об этом сказал Даллес. Главная задача уничтожения православия и славянского народа. Самого непокорилого. Все покорились во всём мире. Все там мужик на мужике женится. А здесь даже Путин не поддержал эту идею. У нас и так детей мало. То есть гей, парады и всё. А здесь вышел народ там, кто чем мог, лупили их. Они не знали, куда бежать, эти садомиты проклятые. И вот их поставили. Она пришла, поговорила, уехала. Зарплату пойдёт получать. За что? Вот эту зарплату и переведи на учителей, которые учат детей. Которые нервы портят. Раньше времени в могилу сходят. Дети своими послушанием разрушают здоровье учителей и родителей. А здесь родители слушаются. Всё как надо. Вам пример надо брать, а не закрывать. То есть, ты знаешь, всё равно они не дадут. Поэтому сказать надо по полной программе. Эта программа, скажи. Эту программу сейчас мы видим, как она выполняется. Уничтожение русской нации. В советское время, если ребёнок не ходил в школу, это подсудное дело было. А сейчас наоборот. Не ходят. Никто этого Стёпу искать. Твоего Варлайма никто искать не будет. Он не грамотный. Не умеет считать. Да это Гитлер делал. Доста умеете считать достаточно русскому народу. Славянам. Это программа Гитлера. Она выполняется. Советская власть не пошла на программу Гитлера. Свернули. А здесь сейчас её выполняют. Это в чистом виде гитлеризм. И поддерживать это, значит, убивать самого себя. Вы даёте нам верёвку и говорите, задушись. Когда средства, которые на вас отпускаются, нам достанутся. Интересно, в Израиле слушают одинаково. Девушки и ма, это юноши, одинаково. Ну и спрашивают, а как насчёт дедовщины? Говорят, это дорогое удовольствие. У каждого телефон и одна кнопка. Он нажал, сразу прокуратура здесь. Кто? Вот это. Доказательство. Всё, сгинул, больше его нет нигде. Это слишком дорогое удовольствие. У нас, говорит, этого нет и не слышно даже. Кто знал дедовщину в армии Суворова? Кто слышал о дедовщине при советской власти во время войны? Даже понятно, что его сразу расстреляли бы. А сегодня это тысячи гробов везут в мирное время. Тысячи. И заголовок, как удар в сердце и нет человека. Старшина допрашивает и знает, куда ударить. Но юноша оказался сильным. Ударили, он и умер. Ну они бежали до него, поймали их. А потом всё-таки убежали. Он где-то лет, наверное, 4 или 7 лет по подвалам, к грузчикам скитался. И комитет матерей-то обратился. А у него там больше 10 болезней только. Там и печень, и всё разрушено. Он не жил. И никого не привлекли за это. Вот таких детей, это ваши дети убивают наших. Потому что он смиренно. Вот я вчера с этим разговаривал. Ты не сопротивляйся. Постирал, постирал, всё такое. Полтора года и ты дома будешь. Два. Потому что это банды. Какая война? Да скажи, в армии у чеченцев, у турок, возможно ли такое, чтобы солдат? Старый старался опыт передать, молодой старался услужить. Даже не слыхано это. Вот честилище поставил в фильме Александр Невзоров. И сравнение, как советские воюют в Чечне, и как эти, какой у них порядок у чеченцев. Какое послушание старшему. Ни слова. А здесь. И это вот всё программа. Вот они вырастают неучи. Это на то, если явно они уже не идут, последнее слово нужно сказать. Чётко, ясно, в уме отрифмуй. Чтобы другим глаза открыть. И ваша речь будет записана. Важно, возьмите что-то записать. Записать хоть магнитопон в карман. Тут отпечатать можно будет. Одна бывает речь такая достаточная, чтобы повернуть в собрание, как говорится, реку вспять. Если Господь есть Бог, Ему служите. Только сегодня Валу поклонялись. Илья сказал одну речь, и всё. Хватайте пророков, этих порторгов. Схватили сразу. Ведите кессону. И только секира пошла. Восемьсот пятьдесят голов. Поток кессон. Нету. Чистое государство. Так и собрал всех. Я буду щитить Вала больше, чем другие. А каждому наказал. Если хоть один убежит, твоя душа будет. Сразу на месте тебя расстреляют. Всё. И вымел. Все собрались. Никого нет. Господних здесь. Верующих нет. Нету. Всё. Руби. И всё. Переворот. Революция. Сегодня делает это. Пока ещё официально церковь не закрыта. Но к этому идёт. Вначале со свидетелей Иеговы. А дальше по порядку пойдут. Незарегистрированные баптисты приезжали. Их. А потом и до нас зайдёт. А что можно сделать? Приготовиться умирать. Приготовься к исходу. Или живые позавидуют мёртвым. Вот как идёт. А это нет. Они скажут. Нет. Решительно нет. Занятия открывайте. Учите. Здесь как-то что-то собирать. Может там то телёнка, то козлёнка. Учителей сохранить. Школа будет. А потом это всё выйдет на арену. За свой счёт. Государство полностью отказалось от детей. Тут в законодательное собрание пойдут. Там КПРФ. Которые борются. Ну, хотя бы наделят. Они против этого. Мы не одинокие. Там очень сильная оппозиция. А это всё подкупленное. Депутат получает столько-то. Ну, у него зарплата там 250-300 тысяч. Зарплата. Он ничего не делает. Такие как Рыжков. Рыжков он барнаульский-то. Я называю обмылки. Ничего нет. Он никогда не будет работать. И на новой партии организовал Парнас. Греческая мифология. Там Конди. Он на нём едет и стоит. Лукавый такой. Он ни одного дня не работал. Ну, что? Каждый делает своё дело. А что надо делать? Молиться. Жить по-христиански. А дальше Бог управит. Мы не пойдём ни подрывы делать, ни убивать. Ничего этого не будет. Я вот не понял. Думаю, что пришли мы сюда. Сегодня здесь соберутся. Нет. Вот тогда выступала Нина Данилова от КПРФ. Законодательное собрание. Закрываются новые и новые сёла. Это потери государственной земли. Здесь будут жить другие народы. Земля пустой не будет. И всё понятно, куда они гонят. Это она выступает законодательным собранием от КПРФ. В Барнауле. И она говорит, у меня программа, как сохранить сёла. И ни под каким видом не дают. Говорит, нигде не печатают ничего. То есть эта власть по отношению к семье, к детям. Ну, я не говорю об идеологии. Она намного страшнее, чем та, которая была. Тут жадность. Там смотрели. Даже коммунисты, если получает первый секретарь, чуть больше, то очень далеко его потянет. Сбросят. А здесь нет. Он получает Литвинов. Получает он где-то, кажется, в 2000 раз больше учителя. Министр просвещения. Ну что, он за 2000 артов ест? Ясное дело, что написали, что там 3 миллиона. В месячные несколько миллионов. Вот они средства знают куда. Депутаты все получают. А они не нужны ни одного. Зачем они нужны? Чем он занимается? Показывает заседание Думы. Зал полупустой. Один спит, рот разинул. Ну, это всё сегодня-то видно, которое. Такие действенные программы. Жириновская, говорят, ты болтаешь, говоришь, а не делай. Он говорит, а что сделают? А когда у нас меньшинство? Ну, это действительно. Он программу дал, а его не поддерживают. Где-то и бывает по делу скажет. Единственный действенный тут глава администрации, это Рамзан Кадыров. Он так поставил на бюджет всю страну, и всё. И нет войны. А где какие противники? Во всех государствах разослали своих и всех порезали. Ну, я бы говорим, как есть. А выход один, молитва. Это для себя, не для говорения. Понятно, понятно. Мы должны быть очень внимательны к происходящим событиям. Работай и на каждый день готовь. Считай его последним. Вот они сказали, найдут такую бациллу. У тебя наши сегодня со свиньями уничтожить, уничтожить постройки, всё сожгут. И ты в один день сделаешься нищей с детьми, не хотела поехать, скажет, вот тебе. Поезжай, вовремя распродавай. Это сделается очень просто. Она взяла, вот у нас брала-брали анализ, берёт анализ туда, сунула, почесала за ухом, а другая, которая выступает в враче, говорит, а не что делает? Какой анализ? Она анализ уха своего, поковырялась в ухе. Она должна там ничего не прикоснуться, до одной молекулы, чтобы не попало. У нас какие-то палочки нашли. Какие палочки? У нас там прям поляне лежат около печки. Она в пище, я понимаю о чём. Ещё вот, ну кто-то заболел, нет, так это говорит, что наш образ жизни здоровый. Вы этих палочек боитесь, химией травите, а организм срабатывает на то, что органы, которые как сопротивление разным микробам, защита сорвана, он от маленького ветерка, он уже всё скопыльнулся. Вот он, я его называю русский антихрист, Иванов. Но, однако, он говорил правильно, главное, это болезнь не впущать в человека. Вот и воспитывать его так, чтобы ничего не боялся. Почему цыганины не болеют? Вообще не болеют. Их к врачам не обращаются, и нету. Нету. На вокзале я прошёл 43 градуса мороза, ребятишки босиком бегают, выскочат на улицу, маленько пойдут, забегают. У меня в лагере были ребятишки, вот как груздочки. Ну, воруют всё. Работать не хотят. Но у меня они перестали воровать и стали работать. Ни один не болеет, не кашляет, ничего. Босиком организм надо закалять, виси в природу. Поедете, значит, видите, так, что она будет вас уговаривать тебя переехать, оставить мужа, семью оставить туда. Разрушить семью. Ты что, это вы насмехаетесь? Это новое. Серьёзно. Вы что это? У вас программа такая, чтобы разрушить семьи наши, не только детей. Ну, не смейтесь над нами. Спокойно говорю, не волнуйтесь. Не надо смеяться над нами, скажи, это издевать. Вот. Ну, а ты потом поговори. Значит, мы 20 лет учили. Ровно в этом году 20 лет. Наши ученики поступают выше этой. Все на бюджетном. Все до одного на бюджетном. Заплатно никто не учился. В этом году у нас, скажи, сколько у нас? Три студента. Все на бюджетном поступили. Чем плохо? Ну, поэтому у нас поселение, вам документ дали, скажи, у вас есть документ, что у нас поселение восстановить деревню. И там соответствующим комитетом произвести определенные мероприятия. То есть комитет по образованию, комитет по земле, там, комитетом, ну, их-то много комитетов, которые все должны быть. Но они никто ничего не делали. Восстановить? И произвести с ней. Как было? Разрушили, как восстановить дороги, все остальное? Да, восстановить, все. Поэтому нет, мы, дети у нас подрастают, растут дети. Семьи у нас многолетние. У нас у семьи было семь человек, пять, трое сейчас. Дети подрастают, поэтому никак. Мы не можем этого оставить. Дорогу поставить. Если вы построите асфальтную дорогу сюда и будет на автобусе возить туда, в Корчино, учителей и учеников, ну, пожалуйста. Теплый автобус будет, это делается, во всех странах делается так. Там вот в Америке, там и в Германии, там возят. Каждое утро собирает учеников где-то там. Без матерей, одних. Одних. Они отучились, автобус точно их опять. Чтобы сохраненный ребенок был, взяли и вернули. Взяли, вернули. Там так, вот школа, вот она школа стоит, вот дорога. Точно, когда утром ученики, это я видел лично. Ученики идут, когда на это, стоит с этой стороны полицейский, и с той стороны стоит полицейский. Как автобус там подошел, эти ученики, дорогу перекрывают все, ученики прошли. Полицейские дежурят, пока ученики учатся, полицейские дежурят возле дороги. Понимаете, кто у нас будет дежурить возле дороги? Где, в каком городе, где дежурят? Ну, мы под Европой не можем. Мы не в Европе, скажем, живем. Мы живем в России. Азиаты. Да, Россия у нас, не Европа. Да, школы у нас не такие, как эта. Но то, что есть, то и есть. А наши родители учились с керосинными лампами. Вы учились. Первые спутники запустили, те, которые с керосинными лампами учились. Но нисколько не отстали там от чего-то. От Европы-то. Это не от этого зависит. Поэтому никуда мы не будем. Да, пусть наши учителя будут там на полставке. Но не будут. Ни на какие соглашения только не идите. Никак. Ни интернета никуда. Никакие не надо. Интернет сегодня есть, завтра его нет. Он не работает. Его нету. Его нету. У нас и нормального нет. Его нету нормального интернета. А не то, что Володя сказал. Я ролики смотрю. А Володя говорит, а у нас хороший интернет. А платить сколько надо? Да ты знаешь, я захожу до 2 часа днём. У нас нету связи такой. Утром, рано, по дешевке. Я даже по скайпу не могу поговорить, что не видно, то есть связь обрывается. Нету связи. Будете, когда там один говорит, кто значит, а остальные потихоньку молитесь. Господь, дай разумение. И чтобы ей Господь в уши эти слова вкладывал. Вот так вот. Ну вот это и всё. Главное, чтобы... Единственное, чтобы не поддавайтесь ни на какие, дети будут у нас это. На твоей машине, Володя, сейчас только седай, только они всё, тогда уже усыпут. Потом дальше души начнут. А это пока сейчас чем закончится. Как-то записать бы вам надо то всё. Ну просто запишем аудио на телефон и всё. На телефон или где-то запишите всё. Конечно, обязательно я тоже хотел. Что они будут говорить и там, что зарядите побольше, чтобы было. Вот. Один выключает, а если другой... А потом, когда уже будут какие-то результаты, тогда мы будем уже дальше. Сейчас пока мы ещё никуда пока не обращаемся. Потому что окончательно они решение не приняли. Нет. Ну да. Они, видите, они что, не знают. Они сейчас... Как так? Оказалось, что это... Мы как школа-призрак. Нигде нет. А они, оказывается, что они все ученики-то как бы вкорчены были. У нас было 20 учеников. А средства на школу отпускают поголовно. Как корм на свиней где-то. Да. Вот. Значит, на наших учеников-то получали, а мы-то ни копейки не получали. Вот это скажи. Мы за 20 лет, скажи, ни одной копейки не получили. Единственное, что учителям зарплату платили. Нищенскую зарплату. Если учителя получали, это не считается? Чего? Учителя получали. Как на детей отпускаются? Детей отпускаются на ремонт школы, на прочие какие-то расходы. А мы-то ничего этого не получали. Никогда. Они сейчас, если прокуратура начнется, то это... То есть завтраки бесплатные там добавили? Да, да. Что там? Завтраки бесплатные. Понимаешь? Они-то сейчас сами это прикрыли. Тогда они нам хоть как-то, но вот так вот дали. Но мы успокоились, что раз есть, есть, ладно. Решали на депутат в районной сессии, что открыть или не открыть школу. Две сессии собиралось депутатов в районе. Лена сказала, что Татьяна Евгеньевна звонила даже в Германию, ретику, который Лену принимал. Она даже в Германию звонила. На каком основании он ее принимал? На каком основании наше принимали? А когда было на сессии, то надо, говорит, один выступать. Надо, говорит, еще исследовать, у них настоящие или нет дипломы. А может, они купили дипломы эти. А то, первые бы говорили, что теперь по Теряевку, тут вся наркота там будет. Наркота. По Теряевке наркота вся будет. Понимаете? То есть они что угодно, говорят. А что оправдывают? Так говорить еще бы. Калабродит. Ну все. Ну а так дальше будет. Мы не оставили. А дальше пойдем мы там. Если нет, то значит на следующей неделе я поеду там на прием к депутату Медведева. Зайдем там. Там есть принимают эти, где Жириновский. Мы все эти партии тогда. Мы на место смотрим. Приехали. А муж библиотекарший говорит, вы еще привезли там. Мы говорим, вот книги. Вы автоматы привозите нам. Я говорю, нет. Автоматы мы не привезем. Ладно, богом. Все. Давайте. Идите. Во сколько, Леш? Во сколько, во сколько? Полдесятого надо. Так. Я приду, наверное. Вот это как бы выликло что-то. Наоборот. Ну какой-то беду найдите. Немножко опознаем. Так, приступили.